МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы сегодня. Погонять не получится. Дорожные полицейские против гонок по открытому в Рязани северному обходу. Полет с трекозы в октябрьском городке открылся долгожданный детский центр. Русский с корейцем братья навек в Рязанскую академию ФСИН приехала корейская делегация. А теперь подробнее об этих и других событиях. Рязанские водители понемногу опробуют северный обход. Испытания проводятся народным методом. Впечатления выкладываются в соцсети. В Ютьюбе появилась запись с видеорегистратора. Автор утверждает, что сумел проехать от конечного до торгового центра круиз за 3 минуты. Круто, ничего не скажешь. Однако кое-что смущает. Как это, по Рязани да без пробок в идеальных условиях? Наш автор Оксана Тебенихина вместе с оператором Дмитрием Ефимовым не удержались. Проверили, возможен ли такой результат. Условия для них со стороны редакции было одно. Не нарушать правил дорожного движения. Вот что получилось. В интернете появилась видеозапись, которую поделился один из молодых рязанских автомобилистов. Запись буквально называется «От конечного до круиза за 3 минуты». Длится она 180 секунд. Мы решили проверить, насколько это реально. Ведь запись была сделана именно в тот день, когда северный объезд был открыт. Тогда еще не все автомобилисты знали о нем. Вот сегодня в условиях пробки мы попробуем добраться от конечного до круиза за 3 минуты. Ну, это как минимум. Итак, делаем вывод. Дорога, конечно, хорошая, качественная. Но пока ситуация на Московском остается непростой. И северный обход решает проблему во многом. Но, разумеется, не во всем. Пробки, конечно, остались. Ведь, чтобы попасть на обход, приходится ломиться через половину Рязани. Со всеми ее заторами. Своей надеждой рязанские водители связывают с эстакадой, которая должна открыться в 2015 году. Вот она просто обязана спасти ситуацию. Мы, собственно, доехали до круиза фактически за 2 минуты. Время 9.35. Уехали мы в 33 минуты. Единственное, что смущает, что дорога новая, а никаких ни велосипедных дорожек, ни пешеходных переходов, кстати, с учетом, что есть там такая вещь, как тротуар. Конечно, как уже было сказано, солнечное – это не Канищево. И все-таки от самого центра и до выезда из города за 2-3 минуты, причем не нарушая нормы скоростного режима, очень и очень неплохой результат. И еще. Теперь народ, который пробирается в Канищево, познал, что такое толкаться в пробке. В обратном направлении машины теперь толпятся, что подтверждает запись видеорегистратора, предоставленная нашим зрителям. Так что определенные доработки нужны, но все автомобилисты едины в мнении. Северный обход – вещь необходимая. И то, что его запустили, несомненно, большое и долгожданное достижение. Добавим, что по новой дороге, как, впрочем, и по другим, надо ездить, а не гонять. Сегодня мы специально узнавали у дорожных полицейских, какова максимально допустимая скорость на северном обходе. Ответ был таков – не больше, чем на дорогах города. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям транспортных средств с просьбой быть особенно внимательны на новом участке дороги северного обхода. Обращать внимание на дорожные знаки, дорожную разметку, а также соблюдать скоростной режим. Так что, рязанцы, не летайте по северному. Как говаривал лучший отечественный спортивный комментатор Николай Озеров, такой хоккей нам не нужен. А для любителей круто поставить себя на дороге и построить других следующие печальные кадры, снятые сегодня на московской трассе недалеко от поворота на Рыбное. 5 сентября примерно в 9 часов утра в Рыбновском районе на 172-м километре дороги федерального значения Москва-Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. 54-летний мужчина, выезжая со второстепенной дороги на автомобиль АК, не предоставил преимущества права проезда двигавшимся к грузовому автомобилю МАН с полупресепом из Московской области, в результате чего произошло столкновение. Основной удар пришелся на легковой автомобиль. От полученных травм водители автомобиля АК и ехавший с ним пассажир, 61-летний житель Рыбновского района, скончались на месте происшествия. Неудачно начался сегодняшний день и для водителя одной из рязанских маршруток. Его, как говорят очевидцы, угораздило вылететь на Красной с улицы Маяковского на Первомайский проспект и угодить точнехонько в борт служебных «Жигулей ГИБДД». Дорожные инспекторы как раз пробирались на разбор происшествия и вот вам привет от маршрутчика. Это к вопросу о стиле вождения водителей малых автобусов. Как сообщает издание «Рязань.Инфо», сотрудники полиции, находившиеся в патрульном автомобиле, отделались легкими ушибами. Одна из пассажирок маршрутного такси получила небольшие травмы. К другим темам. Вчера прошло заседание российского правительства, в котором принял участие глава нашей области Олег Ковалев. Он сообщил о планах и перспективах пилотного проекта по созданию в Касимове многофункционального культурного центра. Подробнее Глеб Галушкин. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев, выступая на заседании правительства России, отметил, что подобные многофункциональные культурные центры помогут решить проблему острого дефицита культурных мест досугок горожан в малых городах. «Нам нужны качественно новые такие учреждения с мобильным и открытым пространством. Именно такие, каким задуман многофункциональный центр. Его изюминка в том, что, я вот повторюсь, в том, что в стенах одного здания можно совместить разные виды деятельности. Это и концерты, и спектакли, и какие-то спортивные мероприятия, выставки, проведение семейных праздников. И он также будет и информационным центром, где население сможет получить разного рода консультации, в том числе и различные виды помощи». Далее губернатор Рязанской области Олег Ковалев предложил продлить срок реализации проекта по строительству подобных многофункциональных культурных центров. Также он рассказал участникам заседания правительства России о проделанной работе по развитию спортивной, образовательной и медицинской инфраструктуры в районных центрах региона. Еще одно культурное открытие в Рязани уже совершилось. В Октябрьском городке начал работать Центр детского творчества. Назвали Центр с подачи простого горожанина Даниэла Жданова бойко «Стрекоза». Сам Даниэл пояснил, дескать, ребята здесь будут заниматься бедовые, любопытные, душустрые, как раз словно юркие стрекозы. Городское начальство благосклонно название утвердило, и вот стрекоза отправилась в полет. Здание под Центр был перед напор споряжения губернатора. В итоге, как отметила Елена Буняшина, возглавляющая региональное министерство образования, получился настоящий дворец для местной детворы. А рязанский мэр Виталий Артемов добавил, что подобных учреждений дополнительного образования шаговой доступности в этом районе города раньше не было, хотя потребность в них есть и большая. Уже сейчас записалось 270 человек, а это значит, что Центр будет развиваться и расширяться. В «Стрекозе» будут работать творческие студии, туристические объединения, хореографические и вокальные ансамбли, студии моделирования и другие. От себя же добавим простыми словами, здорово, что в таких, мягко говоря, нецентральных местах Рязани, как Октябрьский городок, открываются детские центры. А то, кроме многочисленных питейных шинков и нелегальных точек, где из форточки торгуют жуткой смесью под названием «Максимка», в таких микрорайонах хоть пруд пруди. В том числе и во дворах, рядом с детскими учреждениями. Всяких темных личностей и дураков-пьяниц там, соответственно, навалом. И этих персонажей малышня наблюдает сплошь и рядом с самого детства. И мало кто из ребят знает, что «Максимка» – это не смертельно опасное пойло, а маленький негритенок, с которым дружил и которого оберегал русский матрос Лучкин из чудесного рассказа Станюковича. Так что центр открыли правильно. Еще бы гнусные алкогольные поилки поскорее позакрывали бы во дворах, и вообще была бы красота. Сегодня в Рязанской академии Федеральной службы исполнения наказаний были дорогие гости с самого что ни на есть Дальнего Востока. Академия принимала корейскую делегацию. Разумеется, всегда интересно сравнить, а как там все у них по сравнению с нами, даже если речь идет о том, как сидит за решеткой криминальный люд. Глеб Галушкин продолжает тему. Участники делегации, сотрудники системы исполнения наказаний Республики Южная Корея посетили с рабочим визитом Академию ФСИН России. Работники Академии во главе с начальником Александром Крымовым ознакомили иностранных гостей с деятельностью своего учебного заведения. Далее южнокорейцев провели с экскурсии по этажам Академии ФСИН. Они побывали в классах по профессиональной переподготовке, посмотрели на условия проживания студентов, посетили библиотеку и спортивный комплекс Академии. Я увидел, что Академия ФСИН оснащена новейшей техникой. После общения с преподавателями я понял, что образовательный процесс здесь находится на высоком уровне. Мне понравилась и материально-техническая база вуза. В помещениях, где проживают курсанты, весьма чисто. Также в ходе однодневного визита корейские специалисты выезжали во вторую исправительную колонию на Ворошиловке, где уже на практике ознакомились с отечественной системой исполнения наказаний. На сегодня все. Итоги недели подведем завтра в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Хорошего всем вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин